Александр, привет. Да, Атем, привет. Ты в Новокузнецке, да, сейчас находишься? А вот нет, в Москве. Так, тогда расскажи вот свою историю перемещений, ну, коротко, вот откуда, куда ты переезжал. Переезжал из Новокузнецка в Москву уже в далеком 2014 году по, так сказать, воле случая, да, наверное. В принципе, до этого у меня в 99-м, в 2005 году в Москве жил брат родной. Я к нему ездил разочек. Тогда в целом, ну, наверное, мне как-то понравилось все-таки, хотя была зима, ну, вообще впечатлил, город большой. Ну, и брат, в принципе, там хорошо зарабатывал в то время. Все события начались за год до этого, да, как бы предшествовали. Я нашел работу удаленную в Новокузнецке, собственно, в компании, в которой я сейчас работаю. Год отработал, будучи на одном из мероприятий этой компании. То есть это была выставка, познакомился со своей будущей женой. Потом она приехала ко мне в город, да, она москвичка. Она предложила познакомиться с родителями, приехать в Москву. Наверное, все-таки уже вот к этому моменту я был как-то готов морально, потому что у себя в городе, да, я там как-то искал работу, работал, ничего интересного, в общем. Причем, да, наверное, вот к переезду в Москву, да, еще такие были мысли всегда. О, там круто, там столько концертов, там все будет, да, там выставки, театры, музеи. Сразу забегая вперед, да, скажешь, что все это не так, когда ты, в принципе, женишься, когда там у тебя появляются дети, да, и вообще. Ну вот как-то так это все происходило, да. Не быстро, да, сам процесс переезда происходил. То есть, по сути, мы там в июне познакомились, а в январе, да, 14-го года я, вот мы поехали, собственно, из Новокузнецка на машине, причем вместе с ней. Слушай, а ты в Новокузнецке за последние там лет 8, ну, у тебя не было периодов, когда бы ты возвращался и жил какое-то время? Да, не возвращался и не жил, потому что, ну, в общем-то, я уже плотно живу здесь. Собственно, жена-ребенок, да, сложновато. То есть, ездил, конечно, в гости к родителям, хотя вот так сказать, да, уже, наверное, года 3 не получается, именно не получается. Да, первое, то, что ковид немножечко планы внес. Мы просто на ковид привозили маму сюда, да, к нам на дачу, вот жили. Потом как-то вот тоже события, да, такие пока сложные с перемещением. Хорошо, а ты можешь пару слов все равно сказать про Новокузнецк, что это за город и почему ты решил уезжать оттуда? Ну, может быть, еще какие-то были причины, кроме личных? Да, город, сказать, что отличный, наверное, ничего не сказать. Город на самом деле классный, это достаточно новый город, если говорить вот про Кемеровскую область, все, наверное, знают, что Кемеровская область, да, столица Кемерово, Новокузнецк так менее знаком. Тем не менее, Новокузнецк это более свежий такой город, да, то есть это такая вот уже история более правильного строительства города, да, широкие дороги, не очень высокие дома. В целом вот инфраструктура, да, неплохая. То есть сказать, что мне чего-то не хватало, да, я там в чем-то был ограничен, нет. Ну, наверное, все в целом хорошо. Ну, где-то полмиллиона населения, например. Да, полмиллиона населения. В основном, конечно, работа основная – это угольные разрезы, да, шахты, ну, и металлургия. То есть все остальное, либо это уже дальше сфера обслуживания. Но когда ты возвращался с Москвы в Новокузнецк, тебе не казалось, что такой вот город маловат и там как бы скучноват? Честно скажу, Новокузнецк – один из, наверное, городов России, в который, ну, я бы, в принципе, вернулся. То есть вот мой брат вернулся, да, там, в 2005 году, в принципе, он не пожалел, наверное. То есть он, с учетом опыта московского, да, работы своей, все, он нашел, ну, и неплохую работу. И, в принципе, он такой достаточно подвижный человек, да. В принципе, он вернулся, не жалеет ни о чем, мне кажется. Он, наверное, бывая в Москве, чаще посещает там те же театры, да, чем я, живя здесь. А как ты на самолете добирался, да, как правило, до Новокузнецка с Москвы? Значит, история первая, что, конечно, самолеты – это классика, то есть это гости, ну, в гости туда-обратно. К брату, когда летал тоже, да, это самолет, конечно, но в Москву именно перемещался я уже в 2014 году на машине. То есть я проехал вот эти там четыре тысячи километров. С женой проехали мы до Казани, в Казани она села просто на самолет, потому что она опоздала на работу. Это были январские праздники. А я, получается, доехал дальше до Москвы и, в общем, там уже встретились и уже жили у нее, у ее бабушки, точнее, в первое время. Расскажи, вот когда ты переехал уже в Москву, какие у тебя были ожидания и как они вот с реальностью совпали относительно вот самого города и жизни в нем? Ну, в целом, ожидания какие были пробки и с ними я столкнулся, потому что первое время моя работа была связана именно с движением на машине. Хотя, опять же, да, я ездил не в самый часы пик, в принципе, в какой-то момент я так все это понял, когда куда ехать не нужно. С инфраструктурой, да, тоже, наверное, все хорошо. Транспорт, метро, автобусы, все вообще, ну, отлично, красивое, новое. Это, конечно, впечатлило. И оно обновлялось постоянно, да, и до сих пор обновляется. Тоже такое создает ощущение прогрессивности, да. То есть город современный и развивается, и это как бы приятно просто. Да, все так. Конечно, есть моментики, да, что вот это же развитие, это стройка постоянная, да, условно через там 3-4 месяца проезжая по какой-то дороге, ты видишь новую развязку, которая строится, да, первое, когда она строится, это пробки, а второе, когда ее построили, ты думаешь, как на нее заехать и как с нее съехать. Вот, потому что навигатор хоть вроде бы и показывает, но так достаточно, то есть нужно понимать, куда ты хочешь приехать, конечно, в Москве. Расскажи, вот ты кем работаешь, какая у тебя профессия? Я связан с маркетингом, на самом деле моя профессия, но я технический специалист в этой сфере. Это звучит, наверное, так очень сложно и интересно, и никому не понятно. Я занимаюсь тем, что пытаюсь рекламное оборудование, да, поженить техникой, которая на нем будет стоять. То есть это не просто там тупое оборудование иногда, да, это какие-то интерактивные кнопки, панели, да, что-то, что должно работать обязательно, да. И совмещаться с техникой, которая продается. Сама техника, да, это телевизоры и аудиотехника. Ты сейчас работаешь онлайн или оффлайн? Я сейчас работаю оффлайн, но в офисе, то есть и периодически, да, некоторые моменты времени, да, у нас есть возможность использовать онлайн, да, как бы работу. Но моя работа, она больше связана с присутствием, да, на месте, на площадке, да, где-то. Ну и в офисе, в общем-то, у нас тоже тестирование периодически идет, поэтому чаще всего я в офисе. Слушай, ну это же достаточно уникальная работа, ну то есть высококлассная, и ты где-то учился этому? Да, в общем, насчет высококлассности спорить не буду, потому что, конечно, все коллеги меня ценят, любят, уважают, да, и каждый раз мне приходят и говорят, господи, как мы бы сделали это иначе. Сказать могу про то, как вообще я до этого докатился, почему, да, я там не сомневался в том, что я там смогу в этом работать или что там, где-то этому учиться надо. Ну так в жизни, да, у меня получалось, что каждая следующая работа, да, она как-то была более интересная, более тоже такая связана с техникой. Могу небольшую историю рассказать, если интересно. Да, если коротко, да. Вообще закончил университет, высшее образование по специальности гороинженера-электромеханик, попытался пойти на работу на шахту, на разрез, это был далекий восьмой год, 2008, как-то не получалось, да, там, кризис, не кризис, и приходя, да, там, на собеседник, мне говорят, так ты электрик или механик, я так плюнул, подумал, ребят, ну, слушайте, если вот такие вопросы задаете, как-то не хочу я с вами работать. И в первое время мы с моим товарищем сами себе там собирали компьютеры, что-то там как-то занимались, и мы подумали, почему бы нам не ремонтировать компьютеры. Вот мы у себя в городе Новокузнецке дали объявление в газету бесплатную, которую по ящикам разносили о ремонте компьютеров, вот начали ремонтировать. Достаточно большой опыт, достаточно много клиентов было, все там тоже были счастливы, наверное, по причине достаточно низких цен. Он после этого, да, как-то захотелось чего-то посерьезнее, искал работу, тоже звонит работодатель, ну, по крайней мере, он так представился, да, и предлагает, говорит, обучать детей информатике. У меня такой был сначала вопрос, а почему я, да, почему я их заинтересовал, я, в общем-то, не имел педагогического образования. Он говорит, ну, это не школа, это не университет, да, это вот учреждение дополнительного образования, ну, вроде того, что училище, да, по сути. Там я прокачал навыки по привлечению школьников, да, в это все дело, потому что, ну, приехал вот этот товарищ, который меня нанимал, он говорит, ну, окей, как бы теперь-то, чтобы тебе работать, тебе нужно найти людей, вот, кто будет учиться. То есть мы нашли там три группы, обошли школы, тоже такой достаточно интересный опыт, да, по сути, тоже холодные продажи, обучал школьников, куда-то полтора, наверное, этим занимался, и уже думаю, ну, что-то надо как-то менять, хочется по специальности. Тоже начал искать работу, довольно быстро нашлась работа с сервисным инженером по принтерам, я в жизни принтерами никогда не занимался, но встретился с руководителем, пообщались, он говорит, да не вопрос, мы тебя всему научим. Был достаточно там опытный инженер на тот момент у него в компании, ну, вот один. По сути, мы с этим инженером, да, делали все заказы, потом тоже эта компания развилась в довольно крупную сервисную компанию, да, вот по принтерам. Дальше я решил немножко отдохнуть, опять же, мы с моим товарищем, с которым раньше монтировали компьютеры, решили заниматься фотографией, это такой там тоже там 12-й какой год, наверное, был. Достаточно пик, да, бум этого всего, мы купили фотоаппарат, ну, точнее, как-то они у нас там образовались каким-то образом, я не помню, я прям реально вот на авито зашел, смотрю, недорого, думаю, господи, куплю, почему нет. Вот, и, в общем, не пожалел, мне все это нравилось, снимали сначала фото, потом видео, компьютеры продолжали ремонтировать. То есть, в принципе, на жизнь денег хватало, но, опять же, да, нет какой-то перспективы роста, да, нет ничего, хочется, а хочется все-таки работать. И вот так я сидел, тоже, да, в машине как-то, мне звонило 495, да, ну, ладно, либо мошенники, либо что-то хорошее, вот, и звонит, как бы, агентство кадровое, и за один день меня устроили, собственно, вот, на удаленную работу, да, с которой, по сути, я до сих пор, вот, продолжаю работать. То есть, это та же компания, да, была, только им нужны были удаленные сотрудники. Я отработал, по сути, с февраля, да, до декабря у себя в городе, в общем-то, поставленные цели выполнил, руководитель мой был доволен, и, собственно, когда я ему сказал, ну, почему бы мне, там, не переехать в Москву, да, нет ли возможности, так он сказал, мне кажется, у меня найдется для тебя вакансия, и, в общем, то есть, я уже переезжая в Москву, конечно, как бы понимал, куда я еду, что у меня хотя бы будет, ну, минимальная, да, какая-то зарплата гарантированная на тот момент. Ты пешеходом был или с автомобилем? С автомобилем, получается, да? Да, 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 да. И ты сейчас тоже за рулем по Москве? Сейчас моя работа подразумевает офис, уже, наверное, года как три. Сейчас машина, наверное, была бы не нужна, но я все равно, передвигаясь на машине, езжу на дачу. А так, в основном, больше машина в Москве ни к чему. Ну, то есть, ты на работу, даже на работу не ездишь на машине? Нет, да, потому что просто парковка около нашего офисного здания, да, стоит 500 рублей в час, немножко. Больше, чем я зарабатываю за день получится, да, на парковку. Можешь сказать, сколько зарабатывает, примерно, специалист твоего уровня? Ну, в принципе, 100 тысяч рублей, да, это вполне, там, реальная зарплата. У меня она очень зависела еще от бонуса, да, который в какие-то моменты платится, в какие-то не платится, да. То есть, ну, 100 – это стабильная зарплата. Больше можно. Конечно, я, как человек, который привык всегда что-то где-то еще зарабатывать, да, у меня там еще, наверное, в хорошие времена получалось, ну, наверное, еще половина от этой суммы. Как вы с жильем решили, когда ты переехала? Наверное, сейчас покажется, что, да, я такой жигал или такой нахлебник, но на самом деле мне очень повезло с женой и очень повезло с тещей, которая, собственно, помогла нам с первым взносом на ипотеку. И к моменту, когда я ехал в Москву, я еще не знал, то теща, да, там, каким-то образом уже умудрилась, да, там, помочь с квартирой. И приятно, и, конечно, это обязывает, как минимум, да, к оправданию ее доверия. Вот, и я думаю, что я его оправдал в целом. Вот, поэтому, ну, конечно, квартира в ипотеке, платим ипотеку, она, ну, опять же, старались, когда вот были, как бы, достаточно большие суммы, да, как-то приходили. Максимально закрывать ипотеку, потому что все-таки хочется, чтобы не было какого-то такого домоклового меча, да, который у тебя всегда висит, ты кому-то должен. Сейчас минимальный платеж, там, буквально, ну, до 10 тысяч рублей. Может показаться, что это, да, забавно, да, там, на самом деле, эту ипотеку закрыть нет никаких проблем, но, опять же, да, вот, бытует мнение, да, что пока квартира в залоге у банка, да, с ней ничего не произойдет, и вообще можно за нее не переживать. Никакие мошенники, да, там, не страшны. А можешь сказать, сколько квадратов и сколько квартплата обходит? Квартира в Москве, соответственно, просто Москва и Подмосковье, это разные тарифы, а, значит, Москва, квартира 45, наверное, 46 квадратов, полная площадь, это двушка, маленькая, да, но по оплате 10 тысяч, в принципе, не предел, да, при определенных, там, расходовании воды, да, электричества, это, как бы, ну, средняя, наверное, оплата. Плюс интернет, понятное дело, там еще какие-то такие базовые платежи. А у тебя дети есть? Сколько детей и сколько детей? Да, пока один ребенок, ему 4 года, вот буквально, в сентябре исполнилось. Входим в садик. Насколько сложно было устроиться? С садиком проблем не возникло, но могу сказать, почему. Потому что мы живем в старом районе, ну, то есть там нет новостроек, достаточно там самые высокие дома, они, конечно, есть, там через дорогу, условно, да, но они слишком премиум, чтобы их дети ходили, наверное, в эти садики. Вот, и у нас вокруг около 4 садиков, такой райончик удобный. Вот, то есть, соответственно, как ребенок родился, сразу же, по факту, да, встали на очередь в садик и к 3 годам. В принципе, нам в 2 года предлагали пойти, но мы, как бы, просчитав все за и против, плюс там как раз был ковид, да, мы так прикинули, что лучше мы посидим дома. И ребенку, как бы, будет так покомфортнее. А качество вот этого дошкольного образования устраивает вас? Я бы сказал, что да, в целом, наверное, совсем неплохо. Ну, каких-то, да, там сильно кружков в садике не так что-то много, да, но что-то пытаются делать. Есть бассейн, кстати, в садике, это один из новых садиков, что тоже, как бы, довольно неплохой плюс. В целом вас устраивает все? Да, да. Расскажи, с медициной сталкивались бесплатно? Я сталкивался с бесплатной медициной, наверное, в рамках только вот ребенка. Точнее так, до того момента, как мне понадобилась медицинская помощь, она мне бесплатная и не требовалась, да, то есть я, в принципе, не собирался в поликлинику. А дальше просто мне оформили ДМС, да, от работы, и как-то я не сталкивался. Нет, вру, конечно же, с ковидом, с сертификатом, с прививками, но, в принципе, все прошло гладко, да, запись по времени, все отлично. С ребенком тоже, в целом, все хорошо, да, как записался, пришел, все ок. Ну, то есть, получается, что у тебя вот это добровольное медицинское страхование, это платит полностью работодатель, да, ты не знаешь сколько? Да, платит работодатель, я вообще абсолютно не в курсе, плюс у меня даже менялось, то есть в рамках мотивации, да, ДМС был до этого такой послабее, да, сейчас вот он получше. Скажем, да, зарплата это одно, но все-таки ДМС такой достаточно приятный бонус. Но ты, ДМС как работает? Вот возник какой-то случай, да, и ты идешь куда, в платную клинику или в какие-то отдельные? Да, есть список клиник, я могу туда позвонить сам напрямую, просто сообщить ФИО и дату рождения и записаться, либо я могу через страховую компанию позвонить, сказать, что мне нужен специалист, они сами решат, какой специалист мне, ну, необходим, и уточнят, какой адрес мне ближе всего подходит. Но в целом сервис как в платной клинике? Это полностью платной клинике всяк. То есть можно, есть там и государственные, да, которые включены в этот перечень, но они такие достаточно связаны в основном с какими-то сложными, да, заболеваниями и всем прочим, то есть которые просто в частных клиниках этого не делается. Спасибо большое, давай немножко поговорим про саму Москву, как функционирует вот ваша жизнь, да, насколько часто вы выбираетесь из своего района, как покупаете продукты, можешь немножко рассказать? Да, конечно. Вы, получается, приходишь на работу, если не брать работу, вот как часто там на выходных, куда ты выезжаешь, как у вас вот складывается? Значит, смотри, выходные у классического москвича, я, правда, еще пока не знаю, являюсь я классическим москвичом или нет, но судя по тому, что я стою в пробках в пятницу вечером и в воскресенье вечером, да, то это, наверное, я классический москвич. Едем на дачу, потому что, конечно, квартира 45 квадратов хорошо, но дача все-таки больше, больше света, больше воздуха, да, и как-то вот хочется уже отдохнуть. Летом, да, вот так получается уже, там, второе лето, да, наверное, у меня жена на удаленке была, да, жила на даче, в этом году она тоже вот с августа уже сейчас с ребенком жили. Ну, это классно, да, потому что, в принципе, я в Москве, там, поработал, пришел, отдохнул, да, в пятницу вечером сел на машину, поехал к ним на дачу. Ну, продукты, да, я в Москве, когда живу один, я вообще, ну, там, покупаю, не знаю себе, на ужин что-то минимальное, да, там, творог, йогурт, просто это мое желание похудеть, да, а на работе есть обед, соответственно, я вот остаюсь не голодный точно к вечеру, соответственно, продукты не нужны. На дачу жена, даже на дачу заказывают продукты, да, с доставкой, это очень удобно. В принципе, и в Москву мы также заказываем периодически, да, иногда хочется самим в магазин съездить, тогда мы просто садимся, да, едем в ближайший там Ашан большой и, собственно, там закупаемся. То есть вы какие-то, например, общественные пространства, парки, места, там, набережные, вы не сильно особо идете туда гулять, вы едете на дачу, когда у вас свободное время? Когда мы все втроем, да, обычно это так и происходит. Почему? Потому что, скажем, довольно часто, да, бывает, что жена с ребенком просто идут в музей, да, без меня в какой-то день у них там получилось, либо ребенок, может, немножко приболел, может, либо еще, или уже выздоровел, но еще в садик нельзя, да, и они просто могут пойти в музей, могут сюда в какой-то парк, тут рядом, да, где-то ездить. В основном вот эта история с парками, она была до рождения ребенка, потому что, конечно, с ребенком до трех лет сложновато в парке, да, с точки зрения именно, скажем, каких-то развлечений, да, и сам зоопарк, наверное, вот это то, что там два-три раза в год, что никогда не надоест, да, и довольно близко от нас находится. А на дачу сколько в среднем вот ты добираешься, и сколько туда, и сколько обратно обычно уходит времени? Ну, если все хорошо, вот, например, да, вчера я доехал за час, потому что вчера был четверг, соответственно, ехал я уже полдесятого, полодиннадцатого я был на даче, ну, очень быстро. Обычно с пробками, ну, час тридцать, час сорок, это считается хорошо. Были времена, да, до двух часов набирались, пока ремонт дороги был. Ну, туда с ночевой, да, вы едете? Да, конечно, конечно, то есть по максимуму, чтобы прям все время потратить здесь. Когда ты живешь в самом городе, часто ли ты покидаешь вот определенный район? У тебя есть район, где ты живешь, есть, где ты работаешь. В других каких-то местах ты бываешь? Ну, бываю, но, опять же, это чаще всего связано с работой. Чаще всего этот центр, такие достаточно, да, интересные места, в которые я бы, наверное, не работая, я бы туда не попал, да. Да, если сказать другие какие-то, да, другие районы, прям сильно отличные, да, там, дальше Садового, ну, наверное, очень редко. Скажу, да, наверное, такую интересную мысль. У меня друг зовет второй год к себе, ну, у него не дача, у него дом, ну, он прям вот за МКАДом сразу. То есть, там, считается, черта, ну, это уже не Москва, но, как бы, очень близко. А я каждый раз прикидываю, сколько мне до него ехать, и он говорит, слушай, ну, может, как-нибудь в другой раз. Потому что, ну, просто ехать два часа, да, чтобы два часа у него там посидеть, и обратно два часа ехать, как-то вот не хочется. Он говорит, ну, окей, все, приезжай с ночевкой просто, вот, только приезжай. То есть, вот такие варианты. То есть, расстояние, да, полдела. Второй вопрос, что пробки до любого места меньше, чем за час, да, там, 20-30 километров можно час ехать. Все это слишком напрягает. Как вот экологическая ситуация? Насколько чистый воздух? Насколько тебе комфортно жить в городе? Ну, в целом, точно лучше, чем Новокузнецкий, потому что в том же Новокузнецке, да, очень много угольной пыли. Она везде, да, я помню, как жена приехала ко мне вот первый раз, да, в город. Она приехала в белых штанах, в белой майке. Я говорю, а куда, говорю, как же, говорю, ты сейчас седешь в машину, и все, на этом закончится весь твой белый цвет. Конечно, в Москве достаточно чисто, и в плане, наверное, состава воздуха, да, и в принципе, да. Конечно, пыль, да, с дороги поднимается, соль, которой посыпают зимой все, что можно. Она все лето, да, лежит на газоне, эти крупинки. Конечно, смотрится это некрасиво, ну, и вообще мало полезного от этого, но что поделать. В целом, экологическая ситуация, ну, мне кажется, она неплохая. В рамках регионов других России, да, это нормально. Ну, вот я, насколько знаю, зимой маловато солнца, и очень рано темнеет. Вот это не напрягает? Да, наверное, да, но, опять же, в Сибири все ровно так же происходило. Единственное, что здесь зима, она, да, такая, она невнятная. То есть, вроде бы пронизывающий ветер, да, но у тебя, опять же, хлюпает все под ногами из-за того, что все, весь снег растаял от соли, да, и ты такой не понимаешь вообще, какая ситуация реальна. Ну, да, темнеет, темнеет рано, да, наверное, это не вызывает, скажем так, каких-то сложностей. То есть, это все не разражает? Нет, вполне в рамках. А общественный транспорт, вот ты говоришь, по часу, да, приходится везде добираться, но сам транспорт работает нормально, да, эффективно? Ну, я бы сказал, что, да, более чем. Последнее время, то есть, когда я приехал, я ездил на троллейбусах, сейчас в Москве решили, что троллейбусы – это устаревший вид транспорта, да, и пересадили население на электробусы, да, это такое вообще что-то с чем-то, потому что, ну, это реально очень динамичный транспорт, очень красивый, ну, и современный. Ты поддерживаешь, да, это решение? Я не могу сказать точно, да, с точки зрения, правильно это или нет, потому что, конечно, очень много споров, да, о том, насколько это эффективнее, да, и лучше, чем, там, троллейбусы или, там, чем дизельные автобусы. Ну, это точно, с точки зрения комфорта, это в разы комфортнее, чем троллейбус и дизельный автобус, который все время, там, трясется, тарахтит, да, троллейбус все время щелкает, дергается вперед-назад, да, здесь. А в плане комфорта – это действительно какой-то такой премиум, да, после «Жигулей», но с точки зрения экологии я, вот, не могу, да, утверждать ничего абсолютно. Тут недостаточная экспертиза. Сколько ты платишь за проезд? Зависит от того, как я еду, да, в зависимости от билета. Например, сейчас можно, там, заплатить карта МИР в метро, и вместо 51 рубля, да, там, или 52 ты заплатишь 41, то есть кэшбэк, там, 10 рублей, он автоматически считается. Но проблема карты МИР в том, что она очень медленно считывается на валидаторе. Если утром я еду со своей станцией, которая мало загружена, как бы у меня все отлично проходит, то обратно я еду из центра, и, соответственно, мне проще приложить карточку, да, но я плачу, там, 47 рублей. Теряю, там, 5-6 рублей, в принципе, меня это устраивает. Вот, если я еду на автобусе, ну, на электробусе и на метро, потому что у меня есть разные варианты, да, просто до метро идти далеко, а если я веду ребенка в садик, то мне проще, например, дальше пойти на автобус и там одну станцию на метро. Когда я заплачу 52, да, плюс, ну, там что-то в районе 73 рублей, да, вот за эту поездку. Конечно, выгоднее поехать на одном виде транспорта, да, один раз. Есть ли еще какие-то особенности жизни в Москве, которых мы не коснулись? Да, наверное, такие же особенности, как в любом другом городе, да, в основном, ну, наверное, это все-таки город, да, делают люди, я бы так сказал. А люди в Москве, они из всех регионов России, поэтому это такая сборная солянка на самом деле, да, и есть, наверное, неприятные вещи, да, это то, что тебя якобы, да, хотят где-то везде обмануть, да, там, какие-то мошенники постоянно хотят, там, тебе продать то телефон, то еще что-то, но, опять же, абсолютно точно, я знаю, что и в других городах, да, там, на улице это все так же предмогается, да. Но в среднем люди в Новокузнецке и в Москве одинаковые? Я бы, наверное, сказал, что да. Я бы, наверное, сказал, что да, но, опять же, зависит от района, так как я так живу в достаточно благополучном районе, да, у меня там вообще все прекрасно, но если говорить там про такие достаточно отдаленные и районы с большим количеством, например, мигрантов, да, там бывают и, да, различные криминальные случаи, все-таки очень зависит от района. То есть сказать, что да, у меня все здорово, да, но, опять же, я однажды иду практически уже около дома, идет навстречу мне там такая немолодая женщина с коляской, а в руке у нее балтика 9, ну, как сказать, что, насколько, да, тут вот сказать, что, в общем, люди хорошие, ну, хорошие, все люди хорошие, я так думаю, там уже дальше их выбор. Ты бы смог прожить в Москве всю жизнь? Ну, наверное, да, но, конечно, знаешь, как, я посмотрел, в принципе, я много где был в России, прожить бы мог, то хотелось бы, конечно, путешествовать, я бы вот так сказал. А сейчас нет такой возможности из-за ребенка, да? Да нет, на самом деле, я думаю, что больше из-за текущей ситуации нет такой возможности, да, в принципе, в мире, да, ребенок, нет, на самом деле, не ограничивал, мы, вот уже, когда ему, ну, три года было, да, мы уже летали на самолете, в принципе, мы понимали, что уже можно, то есть планировали как-то вот поездки, да, то есть тоже хочется, конечно, ему показать, да, все. Ну, ты вот за последние лет пять, куда ты выезжал из Москвы, ну, кроме Новокузнецка? За последние пять лет я был несколько раз в Владивостоке, был в Екатеринбурге, в Казани, в Новосибирск, в России, да, 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 не, ну, конечно, я был и за границей, опять же, большая часть это, наверное, отпуска, но плюс командировки, да, и за границей был Грузия, Армения, Азербайджан, был в Черногории, это отпуск, был на Мальте, это командировка, где-то такая прям одна из последних, был в Корее три раза, ну, в Южной, это все тоже командировки были. А, то есть у тебя большая часть этих поездок это по работе? Да, по работе, но, тем не менее, да, я в этих командировках успевал посмотреть и, ну, города, в которых был, ну, и опять же, например, я съездил, например, в Грузию и в Армению, да, в командировку, и после этого у меня у друга, он армянин, была свадьба, он пригласил нас в Армению на свадьбу. Мы так прикинули, ну, в Армению мы, конечно, поедем, но это еще вот пока не было ребенка, соответственно, но там рядом Грузия, в принципе, на поезде пять часов можно, пять-шесть часов, и ты езжаешь до Тбилиси, и мы такие думаем, ну, а почему нет? Мы берем, соответственно, билеты в Армению, а обратные билеты из Грузии, из Батуми. Соответственно, у нас такой достаточно интересный трип был, да, в Армении мы берем в аренду машину, там едем, собственно, к другу, там, где он вырос, родился, да, это, соответственно, деревня, ну, очень такая приличная, да, там виноградники, все дела, свадьба, и после этого, собственно, наши друзья же также едут, мы уже узнаем по факту, да, что они тоже едут в Грузию, и тоже будут там в Батуми, да, отдыхать, ну, они, правда, в Батуми ехали, а мы сначала в Тбилиси, Боржоми, да, и Батуми потом уже, то есть, соответственно, ну, очень нам нравилось путешествовать, да, и на машине, и без машины, в принципе, все было классно. Спасибо большое, Александр, за то, что согласился рассказать про свою жизнь, да, про историю переезда, желайте удачи. Артем, спасибо тебе, что тоже предложил поучаствовать в этом, было интересно, приятно познакомиться. Да, спасибо, ребят, всем, кто нас посмотрел, послушал, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, всем пока, Александр, пока. Пока-пока.